приветствую вас мои дорогие подписчики гости канала и сегодня мы продолжаем смотреть карту дня на май на вторую декаду май 2020 года вторая декада у нас идет с 11 числа по 20 число включительно первые 10 дней мы уже посмотрели примерно как нам придерживаться чего нам придерживаться и сейчас мы посмотрим с вами на вторую декаду мая прогноз смотрим мы на колоде золотого таро ну классическая классическая таро просто тут очень красочные такие тисненные золотом карты очень красивый очень говорящие ну и поехали с 11 числа и так 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая 15 мая 16 мая 17 мая 18 мая 19 мая и 20 мая и так начинаем трактовать с 11 числа поехали первая карта 11 мая ухты 11 мая нам выпал старший аркан и карта называется смерть вот так зловеще сказала но не пугайтесь пожалуйста этой карты о чем она нам может говорить во всяком случае эта карта может говорить о о том что какой-то период уже будет закончен то есть какие-то у кого-то какие-то чувства будут уже закончены то есть вот это переход на новый уровень вообще эта карта может нам говорить о переходе на новый уровень то есть кто болел у того период болезни заканчивается кто может быть у кого-то заканчивается безденежье то есть эта карта не негативная она в принципе может проигрываться вполне позитивно у кого-то может быть заканчивается период безденежье период болезней у У кого-то, может быть, закончатся отношения токсичные, которые уже себя изжили. Где-то вот около этих дней, возможно, конкретно 11 мая, закончатся эти отношения. Ну, в любом случае, решения мы принимаем сами в своей жизни. Здесь мы смотрим просто подсказки и смотрим трактовку дня. То есть в этот день, возможно, кто-то избавится от какой-то привычки плохой. Кто-то бросит курить, кто-то бросит пить, кто-то, может быть, бросит наркотики принимать. Ну, повторю, кто-то от токсичных людей избавится. Вот такая карта, вот пусть она у нас проиграется лучше так. То есть в этот день лучше что-то сделать самой. То есть расхламить, возможно, какое-то место, которое у вас захламлено, и вы давно уже хотели его убрать и что-то с ним сделать, и никак не могли. То есть надо какой-то период закрыть, завершить. Вот так проиграется у нас 11 мая. 12 мая. 12 мая у нас пятерка жезлов, и нам может говорить эта карта об обучении. То есть, возможно, вы 12 мая примите решение обучаться, либо у кого-то начинается обучение, экзамены. Подготовка. Это карта подготовки. Возможно, в этот день вы будете к чему-то подготавливаться. Начинайте. Этот день хорош, судя по карте, для этого. Поэтому 12 мая у нас обучение, подготовка. Так, 13 мая. 13 мая у нас четверка Пентаклей. Эта карта нам говорит о жадности. Вот как-то вы думаете, возможно, вы встретите жадного человека, возможно, вы сами будете жадничать. Эта карта нам говорит о накоплениях. Вот накопления, которые, ну, как сказать, такая карта скупидомства даже можно сказать. То есть, вы их придерживаете, и даже уже можно их, может быть, пришло время их тратить, а вы их не хотите тратить. Либо человек в вашем окружении будет такой. Вот эта карта, такой день пройдет под лозунгом скупидомства, скажем так. Это у нас 13 мая. Имейте в виду, в этот день лучше никому не обращайтесь за помощью, потому что, вероятнее всего, вам откажут. Вот, ну и смотрите, конечно, на свое состояние, как у вас будет проходить этот день. Так, 10, 11, ой, 11, 12, 13, 14 мая. 14 мая у нас семерка кубков. У нас эта карта выпадала уже в мае, в первой декаде. Это карта грезы, мечты, грезы, будете чем-то грезить, что-то будете себе, ну, иллюзия, какая-то иллюзия. Вот, честно говоря, вы знаете, есть такая хорошая фраза, нет иллюзий, нет разочарований. То есть, лучше не надо пребывать в иллюзиях, не надо грезить, а смотреть на ситуацию, на какую-то, ну, какая у вас там может быть ситуация, да, окружать вас или какие-то. Лучше смотреть реально. Поэтому 14 мая будете грезить, будете мечтать. Я вот вообще желаю, чтобы эта карта лучше у нас проигралась в мечтах. Мечтать нужно, мечтать полезно. Поэтому лучше мечтайте. 15 мая у нас какие-то кошмарные сны неясные, какая-то ситуация, которая неясна. Это карта Нептуна, когда все неясно, все скрыто, все затуманено. И вот такой день, возможно, у вас пройдет вот какой-то день неясности, непонятно что-то, возможно, страхи какие-то вами будут одолевать. Это тоже карта говорит о страхах каких-то. Ну, что можно сказать? Лучше в этот день ничего не планируйте важного, потому что какая-то ситуация вам будет неясна, да, и ничего не бойтесь. Вот в этот день не бойтесь, просто переждите. Это время все пройдет, ощущения все негативные пройдут, все будет хорошо. Поэтому вот совет не принимать важных решений. У нас, получается, ни 14-го, ни 15-го часа лучше этого не делать. 16-е мая, ой, 16-е мая роскошная карта. Это у нас восьмерка Пентаклей. И о чем нам говорит эта карта? Эта карта нам говорит, во-первых, о деньгах, но это деньги, которые вы делаете сами. Вот сидит человек, смотрите, и он кует Пентакли, то есть печатает их, да. То есть это в этот день, это у нас 16-е мая, возможно, нужно предпринять какие-то действия для того, чтобы получить какие-то деньги, материальную выгоду какую-то, да. Вот, то есть карта денежная, и смотрим, что у нас будет 16-го мая, потому что она очень позитивно проиграется в плане материальном, то есть какие-то будут поступления, и, возможно, ваши действия приведут вас к хорошему заработку какому-то, да, 16-е. Так, 17-е мая, 17-е мая у нас Паш Мечей, и это быстро принятые решения, быстрые события какие-то будут, и, возможно, что-то будет зарождаться. Вот Паши хорошо, что-то новое, что-то такое молодое, как вот молодой месяц зарождается, да, так вот можно эту карту трактовать, что-то в этот день хорошо зарождать, потому что будет продвигаться быстро и будет продвигаться успешно. судя по всему, поэтому вот такой день, тоже его не пропустите. 18-е мая, 18-е мая у нас четверка жезлов, это день недели, 18-е мая у нас прекрасный день, видимо, все будет уже устаканиваться постепенно, и уже ближе к 18-му числу будет хорошее настроение, такое, когда уже будет приятно и в семье посидеть снова с семьей, да, ну, такая карта изобилия, идиллии. Вот мы видим на карте женщин, которые урожай приводят в порядок, собрали, и вот здесь очень много винограда, то есть вот такой очень хорошая такая умиротворенная карта, то есть 18-е мая мы тоже можем приравнять вот именно к тому, что видим. День недели. 19-е мая. 19-е мая у нас выпала Верховная Жрица, и эта карта нам говорит о выборе, конечно же. Возможно, в этот день вам придется делать выбор между добром и злом, образно говоря. Вот. Эта карта также говорит о том, что... Вообще, эта карта гадалки, торолога, вот так она может проигрываться. То есть, если у вас есть желание, то можно обратиться к торологу и посмотреть то, что вас беспокоит, допустим, да, вот этот день будет хорош для этого. Вот. Ну, а вообще проигрывается какая-то влиятельная женщина, возможно, да, та, которая может вам помочь сделать выбор. Вот. Либо это вы выступаете в роли этой женщины. Вот здесь мы видим белую колонну, черную колонну. И как бы стоим между выбором. Ну, и делаем выбор. Делаем выбор, конечно. Такая карта говорящая. Можно о ней говорить много. Ну, вот в рамках дня, как бы, видимо, какой-то выбор будет. И 20 мая. Ох, 20 мая. У нас, видимо, будет что праздновать 20 мая. Мы видим трех девушек с кубками. Это тройка кубков у нас карта. И они веселятся. О чем это говорит? Возможно, к вам приедут гости. Возможно, кто-то будет отмечать свои какие-то личные праздники. Это может говорить о хорошем настроении, о застолье. И это может говорить о том, что будет что праздновать. То есть, это может проигрываться так, что какое-то ваше дело давно, которое вы там делали, затеяли, будет иметь успех. И вы будете это праздновать. Вот так это может проигрываться. Но, в любом случае, карта тоже очень позитивная. Поэтому 20 мая у нас тоже очень хороший день. Вот так пройдет вторая декада мая. Пройдет она, на мой взгляд, прекрасно. Надо избавляться от всего лишнего, ненужного, от токсичного в вашей жизни. Ну, надо обучаться. Это тоже очень полезно. Страхи ваши оставьте. В этот день ничего не делайте, если страшно, если вы чего-то опасаетесь. А дальше все будет замечательно. Я вам прекрасно и желаю декады мая, второй декады мая, чтобы у вас все получалось, чтобы у вас все было хорошо, мои дорогие. Ну, а мы встретимся в следующем видео. Пока-пока.